Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донского. Сегодня мы будем с вами смотреть топ-10 из каталога Арифейн номер 12. И я по традиции всегда делаю такие заготовочки, маленькие закладки на каталогах. В каких-то я делаю 2-3, в каких-то могу побольше, в каких-то я не делаю, но стараюсь делать. Для чего нужны эти закладки? Дело в том, что для клиента этот каталог, он бывает очень сложный и зачастую они пропускают какие-то важные вещи. Или бывает такое, что они что-то вымрали и забыли что, не отметили, не загнули страничку. А я говорю, если что, уберите эту закладочку и переклеивайте туда, куда вам нужно. Но закладки для меня это маленькие якоря, что особенно классное в этом каталоге, на что нужно обратить внимание. Я им так и говорю, я вот отметила что-то очень классное, акции суперские, предложения каталога, чтобы вы не пропустили. То есть я показываю заботу свою о моих клиентах. Итак, начинаем с самого начала. Первый разворот, сразу это туша для ресниц. И тут акция идет от компании. При заказе на 1000 рублей со страниц, начиная с 3 по 17, тут идет вся серия The One, декоративная косметика. Выбор отличный, скидки хорошие. То вы получаете в подарок парфюмерную воду Eclat Mon Parfum. 8 мл, стоимость 570 рублей. Вам придет бесплатно. Как я работаю с этой акцией? То есть я предлагаю клиентке. Вот если человеку что-то нужно, например, нужна туша из каталога, она стоит 249 рублей. Я рассказываю про акцию, что здесь нужно на 1000 набрать до 17 странички. Она у меня так все, мы вместе листаем, 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 смотрим. Бывает, что это сразу еще выбирается. И не хватает совсем чуть-чуть. И я говорю, предложи кому-то из своих знакомых заказать с этих страничек. Они тебе помогут таким образом добрать до 1000, а ты получишь аромат в подарок. Круто? Люди говорят, ого, что так можно? Я говорю, конечно. Предложи своим коллегам по работе. Например, кому я не могу подойти. Или я не поеду специально к ней на работу. И не пойду по ее родственникам. Но она-то может взять каталог на денечек, на два. Показать своим подружкам. Вы знаете, как правило, набираются заказы и на 2, и на 3 вот таких вот маленьких ароматных водичек. Итак, почему я выбрала тушь? Здесь два варианта туши. Одна XXL 5 в 1 в зеленой упаковке. А вторая тушь с эффектом гипнотического взгляда. Они будут стоить всего 249 рублей. Это потрясающе классная цена. Очень удобная для клиентов. Потому что за 249 рублей купить тушь такого качества не всегда просто. А это уже проверенная тушь временем. Ее все любят, все берут с удовольствием. Они отличаются, заметно отличаются. Во-первых, разные кисти. У одной с изгибом более такая широкая, чем в классической 5 в 1. А у другой туши кисточка вообще интересная. Она сделана по бокам плоская. А по другим бокам идут ряды, по-моему, по 4 или по 3 щетинки. Так, трудно сказать. По-моему, по 3 ряда. Может, даже по 5. Не знаю. Не очень вижу. Здесь темновато для меня. Так вот, получается, что эта тушь, она делает ресницы более выразительные и укладывает их как-то широко такие распахнутые глаза. Действительно, взгляд получается такой гипнотический. Очень хорошо обе туши прочесывают ресницы. У меня сейчас, кстати, вот такая тушь 5 в 1 классическая. Такие ресницы получаются просто классные. И она разделение дает хорошее. Длину, объем, изгиб и уход за ресничками. Тушь потрясающая. Также с этих страничек я очень полюбила жидкий хайлайтер с голографическим эффектом. Почему я его рекомендую? Я его заказала своей дочке, подарила. Она говорит, мам, это лучший хайлайтер, а она любит их. У нее разные есть даже не Арифлейм, а другие фирмы. И он невероятно классный. Просто классный. Во-первых, он такой живенький, с пипеточкой. Его очень надолго хватает. У меня такой, кстати, золотистый сейчас на мне. То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году был. И этот хайлайтер, он другой по консистенции, он более жиденький. И у него вот этот голографический эффект. Розовые блестки, розовые и белые. Это очень красиво. Это очень заметно, очень красиво. Выглядит потрясающе. То есть можно и на грудь нанести, или на ключице. Немножечко здесь. Можно как акцент сделать под бровь. У меня, кстати, дочка даже заказала себе из интернет-магазина розовую подводку. Специально для этого хайлайтера. И она его выкладывает на веньки, чуть-чуть сбоку. Делает розовую стрелку. Это так красиво! Вот не знаю, почему в Арифлейм нет цветных стрелочек. Потому что это было бы, мне кажется, очень популярно и востребовано. Также с этих страничек я выделила две палетки для контуринга. У меня была такая палетка. Одна из них. Я в восторге. Вот просто. Вот когда у меня чуть-чуть все подзакончится. Как раз смотрю на свой косметический столик. У меня просто два набора больших, где есть все для коррекции лица. И хайлайтер, и румяна всевозможные. Я хочу немножечко, чтобы у меня хотя бы закончилось. Обязательно повторю эту палетку. Чем мне она понравилась? Она большая. У нее большое зеркало, в котором классно делать макияж. У нее большой объем продукта. Получается 13,1 грамм на все. Это только продукт. Хватило мне очень надолго. И я, когда пользовалась, я реально кайфовала. Просто для меня делать макияж было одним удовольствием. Потому что самые важные все продукты. При том, что такая хорошая подборка цветовая. То, что не нужно ни с чем смешивать. Не нужно чем-то разбавлять. Или додумывать еще. Вот настолько грамотно подобрана цветовая палитра. Восторг. У меня недавно как раз клиентка покупала, Анечка. Я ее потом спрашиваю, как тебе палетка? Она выбирала между румяными в шариках и этой палеткой. Я сказала, возьми палетку, ты не пожалеешь. Потому что румяна в шариках, это вот одна функция. Румянчики, освежить лицо. Можно даже ими, когда лицо загорело, сделать припудривание. Я говорю, ты будешь кайфовать от этого продукта. И она говорит, ну давай, доверюсь тебе. И я спрашиваю, ну как? Она говорит, Лили, я в восторге. Я говорю, спасибо тебе, что меня уговорила на него. Потому что это просто что-то с чем-то невероятное. И она вот стоит передо мной. Она как раз себе брала светлый. Есть средний. У меня был как раз средний в розовый. Потому что у меня холодные потом кожи. А она теплая. У нее еще карие глаза. Слушайте, как это красиво. Вот этот вот румянец, хайлайтер. Она говорит, я кайфую просто. Так что вы можете тоже людям рассказывать, рекомендовать. И, конечно, на этих страничках мне все нравится. И пудра, и тональная основа. Консилер просто невероятный. В общем-то серия The One, она сейчас на таком прям вот высоком уровне. Что делать макияж с этими продуктами удовольствие. По-другому не скажу. И вот я, кстати, тоже не отметила. Потому что много-много страничек у меня еще хочется. Но лаки, но лаки, как можно про них молчать? Тем более, что нам компания сделала лак для нейл-арта. То есть можно рисовать. И будет у нас, получается, три. Черный, белый и красный. И я так поняла. Еще другие цветы. То есть нарисовано три еще перламутровые. Я не поняла, будут ли они так же с кисточками или нет. Скорее всего, да. Как-то непонятно, а не мы печатали. И на соседней странице обычные лаки всего по 159 рублей. Слушайте, если бы я раньше увидела эту цену, я бы, конечно, вот этот лак не выписывала. Я брала его по 199 или 219. Недавно просто заказала. Я этот лак обожаю. Он называется цветущий клевер. Вот он у меня как раз на ногтях. Тут буквально один слой. Когда наносишь два слоя, он смотрится еще более эффектно. Он очень стойкий, хорошо сохнет. Не могу сказать, что быстро. Вот предыдущая коллекция лаков, они реально сохли мгновенно. А этот лак, если я наношу толстым слоем, мне обязательно нужно сушку. Потому что иначе я долго с ним просижу, а я этого не люблю. Так что вот параллельно вам еще рассказала про один продукт. Следующая страничка это краски. Краски Арифлэйм просто моя любовь. Потому что я много лет уже крашусь. У меня рано появилась седина. Сначала я просто экспериментировала с цветом. Вытворяла что угодно. У меня были прядки белые, ну такие светлые, с рыжим переплетались. Я была фиолетовая. Просто фиолетовая. Я была рыжая, махагоновая, черная, коричневая. Я была разных цветов. И вот сейчас мой цвет тон 9.0. Светло-русый оттенок. Он реально совпадает с цветом на коробочке. Если вы ищете такой вот приятный мягкий медовый оттенок. Вот камера не передает мой цвет правильно. Она его искажает и показывает его каким-то вот... Как будто йодом я покрашу. Но иногда это вот именно Миша телефон там делает. Поэтому если вы хотите мой цвет посмотреть в реале, вы можете хотя бы зайти в ВК. И там у меня есть фотографии, где хорошо видно этот цвет. Но в жизни он еще красивее. Просто меня недавно увидели девушки. Я ездила на встречу. Мы были знакомы только в интернете. А тут мы встретились живую. И они мне все сказали, Лили, вот такой красивый цвет волос. На фотографиях этого не видно. Я говорю, я знаю, да. Но я не знаю, почему такая цветопередача идет. В общем-то, чем мне нравится эта краска? Она умная. Она круто закрашивает седину. Она выравнивает тон. Она не смывается. То есть я крашу только корни, а здесь она остается в том же цвете. И вы, может, скажете, ну, понятно, светлый оттенок. Разве его видно, что он смывается? Но до этого я 10 лет красилась оттенком 3.0. 3.0 это темно-коричневый. Я была как черная. И также она не смывалась. У меня было полотно волос темное, блестящее, красивое. Я всегда красила только корни, потому что седина выдает. Краска удобна тем, что можно дома взять и покраситься. Не надо ничего придумывать. Здесь уже все придумали. Есть вакончик с окислителем. Есть тюбик с самой краской, который нужно выдавить и хорошо-хорошо перемешать. Есть потрясающая маска, которой мы потом закрепим цвет. Тут написано маску держать 2-3 минуты. Ребят, держите прямо минут 15. Не пожалеете. И вот здесь внутри инструкция, а в ней перчатки приклеены. То есть вы развернете ее, и тут внутри найдется перчатка. Давайте я не буду шуршать, чтобы не нарушать нашу тишину. В общем-то эта краска чудесная. Я сама крашусь без проблем. Все прокрашиваю, все отлично. Не трачу время и деньги на парикмахеров. Так, вот сюда ставим краску. Следующая страничка. Выбор, может быть, не очень большой цветовой гаммы, но, в общем-то, меня всегда все устраивало. И у меня, кстати, много клиентов теперь тоже заказывают этот оттенок, потому что видят меня и говорят, чем ты грозишься? Как круто! Я тоже хочу такой цвет. Да, пожалуйста! Так, следующая страничка. Это тональная основа. В Oriflame выбор. Тональная основа очень большой. На мой взгляд, большой. То есть есть матирующая, увлажняющая. Есть с эффектом пудры. Есть тональная основа с пребиотической сывороткой. Как раз она в этом каталоге представлена. И, честно говоря, у меня две любимых тональные основы. Это адаптивная из серии The One. Она самая наикрутейшая на лето. Вот она сейчас на мне. Она ложится тоненьким слоем. Она очень хорошо держит макияж весь день. В общем-то, я в восторге. И вторая с пребиотической сывороткой. Она у меня закончилась. Я вам просто хочу показать, какой будет флакончик. У меня несколько вариантов. Примерно штук шесть одновременно открыты тональных основ. Некоторые по цвету сейчас не подходят. Я планировала летом подсгореть не получилось. Да и не захотела. Эту мне присылали на обзор. Но цвет мне не подходит. Поэтому она есть просто для демонстрации. Я вам хочу сказать, что это, конечно, всегда очень крутой дизайн. В стекле. Красивый колпачок. В этой тональной основе колпачок будет черный с золотом. То есть там такие разводы золотые. Чем она мне понравилась? Она дает такой эффект, как вот... Она просто как вторая кожа. Прям... Вот так вот. Кайф. И лицо такое молодое. Вот я не знаю, как это работает. Там, конечно, в описании вы можете почитать, что тут все вот это вот, да, вместе сияние, там упругость еще становится. То есть она еще и ухаживает. Ну, достаточно просто. Вот я наношу на одну половину, смотрю на себя в зеркало. И я понимаю, что эта половина, где нет тона, она другая. Она взрослая. А это молодая, сияющая, свежая, такая чистая кожа. Хотя у меня есть какие-то проблемки на коже. Где-то там, ну, не купероз, а вот покраснения небольшие. Кожа все-таки тонкая, чувствительная и уже возрастная. Где-то пигментные пятнышки небольшие. И она так классно вот все выравнивает. Воссток. Вот ее бы я повторяла и повторяла. Очень понравилось. Просто если мы говорим про вот тональную основу, как же она у нас, гармонизирующая, по-моему, то она, в ней как-то блеска, мне кажется, много. Она более такая вот праздничная, парадно-выходная. Трудно было выбирать, честно говоря, в этом каталоге. Потому что много хороших предложений. Но все-таки я выбрала то, что у меня чаще всего спрашивают. И проблема моих клиентов, то что они не умеют краситься. То есть они хотят краситься. Им нравится, как я накладываю тени. Но они говорят, я не умею, я не смогу, я не умею подбирать. Я не умею наносить, тушевать. И мне кажется, что я что-то сделаю не так и только все испорчу. Поэтому я отметила вот эти стойкие тени карандаш. Потому что с ними макияж может делать вот любой рукожоп. Извините за выражение, но это просто. Вот берете два оттенка, подбираете по цвету. Например, золото и бронза. Или бронза и хрусталь, как у меня. Либо, например, шампанское и индиго. Или нюд и индиго. Или кварц и индиго. Либо серебро и индиго. То есть вы комбинируете холодные с холодными, теплые с теплыми. Вот я выбрала два. Хрусталик, он нейтральный. Он подойдет и туда, и туда. А бронза, мне нравится в ней вот эта, как сказать, то есть она не такой плотный цвет. И в то же время он классно показывает. Вот у меня сейчас подведено здесь бронзой и в уголках чуть-чуть хрусталиком. То есть это все. Что мы делаем с этими стойкими тенями? Пока мы ими начинаем работать, они подвижные. То есть мы можем их тушевать, растягивать, убирать лишнее или наслаивать. Пройдет несколько минут. Минут может быть 10, может быть меньше. Я говорю, и они встают колом. То есть все. Их уже потом не свезешь, не сдвинешь. Они становятся стойкими. То есть вы работаете спокойненько. Сколько вам нужно наслаивать. Например, разделили глаз визуально пополам. По зрачок. С этой стороны положили темненького. С этой стороны из уголка светленького. И можете прям пальчиком границу растушевать. Или кисточкой. И немножечко растянуть кисточкой. Внизу подвели раз, в уголочке светленьким два. Макияж готов. Вот этими тенями я делаю макияж. Когда мне нужен такой ленивый, быстрый макияж. Просто бегом. Или мне нужно с кем-то быстро созвониться. Все равно на камере, ватсап, никто не будет рассматривать мой макияж. Но мне надо хорошо выглядеть. Я быстро этими тенями делаю пальчиком тым. Два раза реснички махнула. Губки блеском подкрасила. Все. А, бровки еще. Тушью могу просто расчесать. Макияж за три минуты готов. Так что я вам очень рекомендую этот продукт. Настолько мне нравится. Как я еще ими работаю? Например, я наношу их как основу. А сверху прокладываю сухими тенями. Сухие тени хорошо фиксируются. То есть они работают в этот момент как праймер. Как подложка под тени. Чтобы тени приплюсовались. Зафиксировались. Они усиливают цвет сухих теней. То есть если так сухие нанести, их может быть практически не видно. Ну так, легкий оттенок. Если вы наносите на базу, то тени становятся очень выразительными, эффектными. И классно тушуются. Опять же, для всех, кто боится начать делать макияж, начните делать его. Прямо. Ну не бойтесь. Все будет очень хорошо. Следующий продукт. Слушайте, тут я прям вот вам дам сейчас такой лайфхак. От которого вы просто сойдете с ума. Просто. Вот просто вам дарю. Вот самое выгодное. Для нас и для клиентов в уходе за лицом, это брать полный комплексный уход. Например, на вейдж. На вейдж. Обожаю просто. И когда люди видят цену, они смущаются и говорят. Ого, 8 тысяч, 7, 5 тысяч, ладно, но 8, 9, о нет, это не для меня. И люди не берут, почему они не могут понять еще, почему вот этот вот набор так дорого стоит. Что в нем такого. И вы можете рассказывать очень долго про эффект, про то, какие стволовые клетки входят в состав. Про то, как это работает, как важно. Как устроена кожа. Вы можете рассказывать так же. Вот прям возьмите, выучите презентацию и рассказывайте. Но самое эффективное, если человек возьмет один продукт. Кстати, это мой набор. Я себе заказала, потому что у меня уже все заканчивается. То есть мы вынимаем. Здесь крафтовая коробочка. Внутри все красиво. То есть здесь открыточка. Как правильно шаги выстроить. Здесь вот так все. Мы даже видео сделали, выложу на канал Телеграм. Как здесь все красивенько лежит. То есть здесь 5 этапов. А какая основная проблема обычно бывает у женщин? Голоза. То есть первые морщины, мешочки, отеки, мимика. Века начинает падать. Вот эта кожа становится дряблая. То есть самое главное, все равно люди замечают изменения в этой зоне. И в 12 каталоге у нас есть возможность сказать женщину. Смотри, ты сейчас можешь просто поработать только с зоной кожи вокруг глаз. И выбирайте ей по возрасту, по ее задачам крем. Например, экологен. Моментальный эффект. То есть наносишь крем, вбиваешь его, и лицо меняется, потому что глаза меняются. Морщинки мелкие уходят. Отеки уходят. Глазки на месте. И женщина, попробовав этот крем, отследит результаты. Вы ей рекомендуете также сделать фотографию до и через 3 месяца. Можно через месяц, потом через 2, через 3. Потому что кожа будет меняться, потому что клетки будут обновляться. Крем будет работать. И она увидит разницу. То есть прям попросите ее сделать в одном месте, на одном фоне, при одном освещении, в одной одежде, с одной прической. Лучше убрать прям волосы, без макияжа сделать одну фотографию, без украшения, не селфи, а прям вот на фронтальную камеру. Сделать одну фотографию, через месяц другую, потом увидеть разницу. Когда женщина увидит эту разницу, уже желание обладать этой серией будет огромное. При этом желательно еще дать набор пробников, чтобы она также попробовала очищение, крем, ночной, кремниной, сыворотку под них. Чтобы она увидела, как это приятно в использовании, какого качества продукты. А может быть ей не подойдет. Такое тоже может быть. Поэтому ваша задача проявить максимальную заботу о клиенте, чтобы они поняли, что вы не просто продажник. Вы не просто хотите быстренько здесь заработать, ей втюхать набор. А покажите заботу. Потому что 1279 рублей за такой крем, это недорого. Это достаточно комфортная цена на рынке за антивозрастной. Уход со стволовыми клетками растений. Вы еще пойдите поищите такой уход, вы их не найдете. Все, что было достойное на рынке, стоило в несколько раз дороже и уехало с российского рынка. Вообще всего нет. И сейчас альтернативы для клиентов практически нет. Поэтому вы можете работать с этой серией сейчас просто вот так. У вас будут заказы, у вас будут подписки и бизнес изменится. Полностью изменится. Следующая страничка это Омега. Вы знаете, когда мы говорим о красоте, то красота невозможна без здоровья. Согласитесь? Если внутри что-то идет не так, то это тут же на лице. И конечно Омега-3. Это тот самый продукт, который помогает нам поддерживать здоровье. Я говорю, это золото. Это просто наше золото. Поддерживать и здоровье, и мозговую деятельность, и красоту кожи. Потому что Омега, она влияет на кожу. Изнутри работает на клеточном уровне. И когда мне люди говорят, как же обычно, да, ой, да ты, наверное, к косметологу ходишь втихаря, она мне говоришь. Я говорю, ну я пока не хожу, возможно, когда-то я и пойду к косметологу. Но сейчас достаточно Wellness и Novage. В комплексе эти два продукта, две линейки, они творят чудеса. Я сегодня утром встала, я развела пребиотический напиток. Выпила в стаканчике воды. Я потом развела себе коктейль ванильный для стройности. Позавтракала. То есть я очень заботюсь о своем теле. Утром сделала комплексный уход на Vage. Все хорошо, ребят. Мне это все нравится, я вижу результат. И пока не вижу смысла идти к косметологам, потому что как бы не навредили. Следующий разворот это маски. Вы знаете, в этом каталоге, конечно, будет просто бомба. Во-первых, мы уже можем заказать пробники. Я вот так не отметила. Но вы полистаете каталог. И посмотрите, что мы уже можем брать, не знаю, куда это их там спрятали, пробники на новинке. И там будет какая-то классная маска. Знаете, такая как джем в такой упаковке. Там крышечку откручиваешь и выдавливаешь как джем. И здесь огромное количество масок. Есть маски тканевые, есть маски в тюбиках, есть маски в пакетиках кремовые, разные, пленочки, масочки такие в баночках с биоцеллюозой и так далее. Я считаю, что маски это как маленькие волшебные палочки. То есть мы берем масочки, я взяла свои запасы, но не все, у меня даже еще есть. Мы берем наши масочки, тканевую, крему, и просто 2-3 раза в неделю делаем маски. Как вы можете сейчас продвигать маски? Я вам рекомендую провести маска-марафон. Нам компания Арифлейм показывала пример, как это делать. Вы делаете маска-марафон и вовлекаете свою команду. Если есть команда, если нет, то спонсору вышестоящему скажите, а давайте маска-марафон сделаем. Вы делаете в команде маска-марафон. Девчонки наносят маску, например, наложили тканевую, сфоткались, пакетик маски держат. Делают селфи и пишут коротенькое описание, что за маска, чем она нравится, какой эффект. То есть они выдают свою эмоцию от этой маски. Кто-то состав даже пишет, почему эта маска, как она работает. А вы потом берете эти фотографии и тексты, описания, и шлете свой клиентский чат. И вы говорите, девчонки, у нас в этом каталоге маски просто идут на ура. Смотрите, вот рекомендация от девушек, которые уже пользуются. И вы скидываете, скидываете постоянно, да, 2-3 в день, да, вот приходят в чат, вы оттуда берете, свой переносите. Реальные отзывы реальных людей работают лучше любой дорогой рекламы. Поверьте мне на слово. Или они берут тюбики в руку. У меня масок очень много. Все даже в руках не помещаются. Берут тюбики, фоткаются, наносят маски, и просто всем хорошо. Я люблю маски Арифлейм. У меня нет такого, чтобы есть какая-то одна любимая маска. Но когда я вот увидела, что вот эта маска, я так поняла, что она уходит у нас из каталога, я сразу, у меня одна была, я сразу ее спрятала, а потом заказала себе еще. Или вот такие маски с белиной, например. По-моему, там уже просвет. Сейчас посмотрю, у меня дочка так эту маску любит. Да, тут прям на пару-тройку раз осталось, и пойдет в пустые баночки. В общем-то, маски это классно, это доступно, это быстро. Вы рассказываете, как ими классно пользоваться, какой они дают эффект, как они помогают стереть следы усталости, быстренько освежить лицо, придать ему яркости, молодости, подготовиться к какому-то мероприятию или просто на свидание, да, идете. Или чтобы свидание было, надо хорошо выглядеть. И последняя страничка это все для волос. Вот эти новинки, они меня просто потрясли. Во-первых, самая моя любовь теперь, это шампунь-скраб для волос. В таком пакете мне хватает где-то на два, на три раза, ну как рука возьмет. Здесь продукта 20 миллилитров, вроде бы немного, но хватает надолго. Я мою один раз им волосы, а второй раз шампунем обычным. Либо сначала шампунем в зависимости от степени загрязнения. Если у меня прям волосы грязные, например, мы уехали на дачу, была жара, я в косынке, вся вспотела. И я, конечно же, сначала смою обычным шампунем все, а потом поработаю хорошенько вот этим. У меня вымываются скрабирующие частички досконально. То есть кто-то говорит, что обязательно нужно смыть второй раз шампунем, чтобы вымыть весь скраб. У меня скраб не задерживается, он весь с меня слетает. Так что очень рекомендую. При этом аромат мяты очень приятный, то есть такой освежащий. Но имейте в виду, что этот шампунь с углем. И он цвет такого, знаете, водичка сливается прям, как будто грязные серые волосы. И три волшебные маски. Три волшебницы, которые помогут ваши волосы привести в порядок. Например, после этого стресса, когда такая жара, волосы выжигались. Если вы их не прятали под панамой или косынками, конечно, они очень сильно пострадали летом. И их надо сейчас увлажнить, напитать, подарить им любовь с помощью этих масок. Одного пакетика мне хватает на два раза. Я вот так на ощупь разделяю, загибаю, отрываю, половинку использую. Половинка остается. Либо дочка ее использует, либо я в следующий раз, когда мою волосы. У них нереально крутой аромат. Просто, особенно банановая. Это вот, просто дайте мне чай, я чай попью с этой маской. Потому что она таким ароматом обладает, как будто это самые вкусные на свете. Бананы, очень спелые, зрелые. И это невероятно. С авокадо, конечно, у маски нет такого вкусного запаха, но она классно работает. Волосы будут блестящие, шелковистые, расчесываются легко, пышные, чистые. Такие вот, просто класс. И в этом каталоге всего 69 рублей маска. Вы такое помните? Вот такую цену вообще помните? Это, мне кажется, было очень-очень давно еще со старой коллекцией таких масок. Поэтому рекомендую делать запасы. Иначе, ваше любимое Донского все эти маски скупит. Я люблю маски. Я на себе не экономлю. И на волосы, и на тело. Всегда все самое классное. Вот, такой у нас обзор получился. Я вам тоже рекомендую сделать подборку своих любимых продуктов каталоги, чтобы вам было интереснее и проще разговаривать со своими клиентами о продукции. И напишите в комментариях, что вам было полезно из этого видео, что берете на заметку. А я вам очень много сказала классного. Буквально обучалка получилась, а не просто топ-10. И напишите, какой у вас топ, что вы выбираете в каталоге. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Помните нажать пальчик вверх. Спасибо.